Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Дарья Владимирова. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотрите сегодня. Как не впасть в панику из-за коронавируса? Казанский федеральный университет встретил кубинскую делегацию. Преподаватели Института психологии и образования КФУ проводят дистанционные курсы. Преподаватели КФУ проводят свои занятия дистанционно. О том, как проходит процесс обучения в новых условиях, расскажет Лилия Баталова. Приказом Министерства образования Российской Федерации все вышеучебные образовательные заведения перешли на дистанционное обучение. КФУ поступил согласно приказу и перешел на такое образование с 19 марта. А первый институт, который мы посетили, это Институт психологии и образования Казанского федерального университета. Несмотря на текущие ограничения, связанные с коронавирусом, студенты продолжают учиться в режиме онлайн. Такую возможность им предоставляют преподаватели, которые ведут свои занятия дистанционно. Тем более, что для этого есть все возможности, так как работают две студии для записи. Институт психологии и образования технически подготовлен к этому. Мы имеем две современные видеостудии. И в частности, сейчас в студии нового типа ведется запись одного из курсов, который войдет в цифровой образовательный ресурс, создаваемый для студентов-педагогов. Институт психологии и образования выбрал в качестве основной площадки Microsoft Teams. Но до этого преподаватели успешно проводили свои семинары по скайпу и не только. Новая платформа Microsoft Teams дает возможность студентам обучаться более комфортно и дистанционно. Программа для Windows или мобильных устройств позволяет создать команду из студентов, транслировать аудио и видеоконференции, формировать задания и учебные материалы, использовать чат вместо электронной почты, безопасно изменять файлы одновременно с другими пользователями. Подробную инструкцию вы можете посмотреть на сайте Казанского федерального университета. Microsoft Teams – это платформа из всемирно известной компании Microsoft, которая работает уже по всему миру. Она интегрирует в себя возможности скайпа, но и большинство иных платформ, связанных с обучением, то есть платформ, LMS-платформ. Она позволяет фактически создавать группы студентов прямо у себя в кабинете преподавателей, приглашать студентов. Она позволяет создавать группы преподавателей. Она позволяет осуществлять видеозвонки в любое время. Более того, она позволяет создавать расписание подобных занятий, звонков, веб-конференции. А подготовительный факультет сразу же включился в систему. Педагоги работают с иностранными студентами на платформе Microsoft Teams. Задача факультета – подготовить иностранных студентов к улучшенному владению русским языком, не только на бытовом уровне, но и для получения общеобразовательного стандарта для поступления в Казанский федеральный университет. Для входа используем логины и пароли Казанского федерального университета. Уже вот сейчас продолжается четвертая пара. Как говорится, полет нормальный. Практически стопроцентная подключаемость слушателей. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюс. 18 марта Казанский федеральный университет в своих стенах встретил гостей из кубинской нефтяной компании Купет. На встрече стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, дистанционное обучение, а также внесение новых условий в контракт. Подробнее о встрече Лев Диденко. 18 марта Казанский федеральный университет посетили представитель нефтяной компании Купет. Делегация с Кубы посетила Институт геологии нефтегазовых технологий для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Со стороны университета гостей приветствовал директор Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга КФУ Ильдус Чукмаров. Мы с ними очень давно сотрудничаем, работаем с 2015 года. В прошлом году завершили большой контракт, обучили 200 человек в Гаване по 10 программам, обучили успешно. Поэтому компания заключила с нами контракт еще на 2020-2021 год. К темам расширения перспектив к заявленной в повестке встречи добавился еще один, приобретающий актуальность вопрос реализации контракта с кубинской компанией Купет на оказание услуг по повышению квалификации в 2020 году. У нас в этом втором контракте 16 программ, 8 программ на базе университета будет в лабораториях проводиться, 8 в Гаване. По итогам встречи обе стороны пришли к общему консенсусу. В условия контракта были внесены дополнительные условия, поэтому теперь Казанский федеральный университет совместно с нефтяной компанией Купет продолжит обучать студентов нефтяным и газопромышленным дисциплинам, как на Кубе, так и в Казани. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюз. Уже не первый год Казанский федеральный университет проводит дистанционные дни открытых дверей. 19 марта вновь прошла онлайн-трансляция с участием сотрудников Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. 19 марта в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций Казанского федерального университета состоялся очередной инсталайф для абитуриентов. На этот раз инсталайф прошел для будущих студентов Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Инсталайф – это прямой эфир в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте с представителями института, в ходе которого абитуриенты могут не только узнать подробную информацию о будущем учебном заведении, но и также смогут задать интересующие вопросы. «Этот формат мы впервые опробовали два года назад, и он очень понравился нашим абитуриентам. Единственное, чем отличается инсталайф от неоткрытых дверей в оффлайне, это то, что абитуриент, возможно, не может увидеть своими глазами институт, в котором он собирается учиться, но на все вопросы мы одинаково отвечаем, что в оффлайне, что в онлайне». На вопросы абитуриентов и их родителей о поступлении в 2020 году ответили декан Высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого Резида Мухамедшина, декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая Рамиль Мерзагитов и декан Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Ивана Будуэна де Куртене Татьяна Бочина. Они подробно рассказали о направлениях подготовки, а также представили зрителям ролик об учебе в Казанском федеральном университете. «Мы очень рады, что у нас появилась такая возможность. Например, традиционно, вот наш актовый зал вмещает 360 человек. Мы проводили традиционные дни открытых дверей, но это было очень проблемно для тех, кто живет отдаленно от Казани. Им нужно было приезжать, уезжать. Это и финансовые расходы». В социальных сетях участились случаи распространения фейковых новостей на фоне эпидемии коронавируса. Так, жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за подобную рассылку. Сейчас стало понятно, что фейковые новости нагоняют на население страх. Как же не стать жертвой паники, расскажем в нашем следующем сюжете. Сегодня о китайском коронавирусе говорят абсолютно все, поэтому оставаться в неведении просто невозможно. В панике люди раскупают всевозможные средства защиты, а также запасаются продуктами, сметая все с полок. Неизвестный опасный заставляет людей паниковать. «Эта паника берется благодаря таланту тележурналистов, которые прекрасно снимают и рисуют эту обреченность, эту беду, которая нас ждет. Подгоняют все под то, чтобы было черное восприятие, бесперспективное, обреченное. Люди отдаются этим картинкам, верят в них, и в результате создается тревожность. Это как кинематографический эффект, только тебе уже говорят, что это не на экране, а это все происходит в реальности, и где-то к тебе придет». Страх – это эмоция, которую можно и нужно контролировать. Некоторым достаточно наткнуться на видеоролик или пугающее сообщение в соцсетях, чтобы начать додумывать детали или искать у себя симптомы заражения. Чтобы не подвергать себя лишнему стрессу, важно проанализировать причины страха. «Первое, необходимо читать авторитетное мнение и действительно на некоторое время стать в кавычках вирусологом. Не слушать неавторитетное мнение. Сейчас очень много проходимцев, которые к вирусологии отношения не имеют. Их не слушать вообще. Далее, разобраться в своих тревожностях. По статистике, многие люди, которые страдают паникой, они просто изначально тревожны, страдают неуразновящего состояния. И этот процент людей вообще, даже без коронавируса, очень высокий. И именно они впадают». Интересно, что коронавирус поразил не только живые организмы, но и неживые. Например, экономику и политику. Так, несмотря на заявления Ассоциаций производителей и поставщиков производственных товаров о том, что продуктов в России хватит на всех и дефицита не намечается, люди все равно запасаются на черный день. «Полки опустили, и гречки нет не из-за коронавируса, а из-за нормальной реакции о том, что они исчезают, могут исчезнуть. То есть это экономическая паника. Они коронавирусные паники. Не надо путать. Люди скупили гречку не для того, чтобы, спасаясь от коронавируса, сидеть дома. Ничего подобного. Дома никто не сидит. Все, кто закупили гречку, они сидят не дома, они ходят по улицам. Поэтому не выдумывайте, что гречка закуплена, чтобы дома сидеть, кушать ее и скрываться от коронавируса. Это сказка просто. Не выдумывайте, это просто юмор. Помните, организовать панику легко, а вот избавиться от нее совсем непросто. Лилета Липуа, Фариза Хитаглы, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»